Еще до официального открытия акции «Лети и читай» стеллаж с литературой вызвал интерес пассажиров. Люди рассматривали книги и журналы, даже не подозревая, что взять их можно и с собой в полет. Проекты по обмену книгами уже давно реализуются в Европе, а вот для России это новинка. И Международный аэропорт Сочи стал первым, кто запустил букроссинг в стране. Классические произведения отечественной и зарубежной литературы. Всего около 300 экземпляров – Пушкин, Державин, Лермонтов, Грин, а также собрание открыток с репродукциями известных художников. Часть таких изданий для акции выделил из своего фонда художественный музей Сочи. Специальный стеллаж расположен в зоне посадки пассажиров. Ожидая свой рейс, можно взять любую книгу или журнал, используя провести время. Прочитав ее, можно оставить в любом другом аэропорту, чтобы другой случайный человек мог ее найти и тоже прочитать. Ну а чтобы полка не опустела и общественное движение по букроссингу продолжалось, пассажир должен оставить взамен свою книгу. Каждое литературное произведение, участвующее в акции, проштамповано специальным знаком. Чтобы нашедшего люди знали, она привезена из международного аэропорта Сочи. Зачастую люди проходят в аэропорт, в зону ожидания. Кто-то может себе позволить выпить кофе, кто-то нет. Но книгу взять, почитать, привезти ее из аэропорта Сочи в другой аэропорт, это может позволить себе сделать каждый. С своей стороны мы ждем нормальный круговорот литературы книг в нашем аэропорту. Одной из первых, кто стал участником общественного движения по обмену книгами, стала москвичка Кристина Степанова. Читая ранее что-то из детективов в планшете, она решила его отложить и взялась за сборник произведений Грина. Чувствовать книгу себя в руках, перелистывать каждую страницу, это непередаваемое ощущение. Здорово, что сейчас появились такие стеллажи с книгами, потому что я могу взять эту книгу с собой на борт самолета и пересчитать эти произведения. Несмотря на то, что книгами пока могут воспользоваться пассажиры только внутренних рейсов, они могут появиться и за рубежом. Ведь иностранные гости также летают через Москву или Санкт-Петербург. А вот во время Олимпиады количество рейсов в страны Европы планируется увеличить. И такой же стеллаж появится в секторе международных перевозок.